Всем доброго времени суток, друзья! Итак, мне мой прод завели по гарантии и я решил еще докупить башенку от фирмы ID Cooling SE207XT Так что давайте распаковывать и смотреть, что там внутри Коробка сама по себе большая и тяжелая Вот мы вскрываем первую крышку и видим сразу же инструкцию чтобы мы не ошиблись при сборке Дальше идет вот такая вот коробочка Интересно знать, что же там внутри А внутри здесь всякие мелкие компоненты Так, оп, блин, как неловко вышло, вернем Это же фирменная термопаста от ID Cooling Так, это у нас переходник под крепление для платы LGA 1700 Следующие какие-то винтики, гаечки, болтики Так, это задняя усилиющая панель для Intel Это крепление для вентиляторов Пропеллеров Это кабель подключения для 120-мм вентиляторов Кронштейны крепления под Intel и AMD Здесь затяжные гайки, втулки, винты В общем, для Intel и AMD Итак, сейчас сложнейшая операция достать этого гиганта Так, осторожненько, осторожненько Опс, опс Коробочка с вентилятором, походу, отпала Это что у нас? Запрещенный товар? Что это? Что это? Ага, это силикагель Нормально Так, убираем все лишнее Вот он наш гигант Итак, теперь нужно извлечь нам этот вентилятор Из внутренней части радиатора Нужно так аккуратненько, чтобы не повредить сам радиатор Отличненько Вот такой вот он у нас здоровый Большой, красивый Черного цвета Аж приятно смотреть на это Так, что у нас здесь? Здесь у нас подошва заклеена Чтобы не поцарапать Варнинг И семь трубок Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Отличненько все Все просто великолепно Так, а это у нас здесь запечатанные вентиляторы Дульчики Охладульчики Смотрите, ух ты Еще в одной целопановой упаковочке Вот это они запаковали его классно ID-кулинг 120 миллиметров Зашибись Дуй-ка Убираем все И теперь это дело будем взвешивать чисто Аж интересно, сколько он весит По нулям ставим Вот он наш гигант И... 812 грамм он весит Ни черта себе Положим сейчас вентилятор Уже 966 И еще один вентилятор Ни хрена себе Кило 124 Плюс крепление к вентилятору Будет кило 125 Вот так вот Ну а теперь сборка И теперь плавка Продолжение следует... И теперь плавка Главное, переходим к тестам. Все выставим по максимуму нагрузочку. Первая программа, в которой мы затестим, это OCCT тест. Так что, друзья, как видим, на старте температура сразу не взлетела, как в моем прошлом тесте. Все поднимается постепенно. 77 градусов. Но, как видим, проблема на материнке не ушла. Материнка точно так же греется, как и проц. Так что, в чем проблема, я не знаю. В сервис-центре сказали, что с матерью все в порядке. Заменили процессор. Ну, по крайней мере, видим, больше 85 не взлетает температура. Значит, охлад наш справляется. Так что, вот такие вот показания у нас. Переходим к синема. Синема тест тоже долгий, по 10 минут тестирует. Начнем с многоядерного теста. И смотрим на температуры. Температуры температурки здесь тоже взлетают. Но не так критично, как было в прошлый раз. Так что, терпимо. Видим, на показателях максимальная температура взлетела до 92 градусов. Ну, как бы это не за 100 и не 100. Материнка точно так же нагревается. Так что, проблема не ушла. Ну, в принципе, и так тест держится отлично. Мне, в принципе, нравится. Следующий тест я решил сделать все-таки на Видяху. Как ГПУ наш исправляется. Здесь результаты, впрочем-то, очень хорошие. Видеокарта особо не греется. Температуры держатся. Так что, все замечательно. Сейчас закончится тест. И мы перейдем на одноядерный. Даже с ускорением время тянется. Ладно, конец. Переходим в тест одноядерный. Поехали. Одноядерный тест вообще красава. Температуры 35-40. Где-то так и не выше. В общем, и охлад справляется. И все классно. А только вот тот 93 градуса максимально это, видать, с прошлых тестов залетело. Как-то так, друзья. В принципе, неплохо. Еще чутка осталось. И перейдем на другие тесты. Так, все, конец. Вот результаты. Как видим, вроде бы неплохо по показателям. Ну, а там я в этом не эксперт. Так что решайте сами, как оно протестило. Ну, и последний тест будет в 3D-марке. Так что смотрим небольшую заставочку. Я ее тоже ускорил, дабы экономить время. А то эти все тесты по 10-15 минут займут очень много времени. В принципе, результат получился очень странный. Учитывая то, что на самом старом железе у меня было 4,578. А на новом, прошлом 4,678. А сейчас 4,268. Так что непонятно. Тестим процессор. Ну, и вот конец теста. В принципе, с процессорами тут у нас картина немного стабильная. Немножко где-то в многоядерном больше. Ну, а так, в принципе, одинаково. Едем дальше. Игры. Как видим, Киберпанк выдает соточку. Ну, это из-за того, что включены эти все супер разрешения, увеличения, DLSS и всякая ерунда. В принципе, трассировка лучей тоже у нас выключена здесь. И вот из этого такие цифры интересные. Так что я думаю, если подключать это все, ну, кадров 60 будем. Давайте сейчас включим, наверное, трассировка лучей. Посмотрим, что там получится у нас впечатляющее. Все по максимуму ставим невероятное. Так что, так, создание кадров выключено у нас, видите, покамись. Ну и, как обычно, все просело до 60 FPS. Ну, в принципе, играбельно. На Full HD можно играть и наслаждаться бликами, отражениями, которые нафиг, наверное, никому не надо. Ну, выглядит красиво, конечно. Так, сейчас я, наверное, включу этот. Давайте посмотрим, сколько с генерацией кадров будет. Все на ультрах. О, ну, видите, соточка есть. В принципе, картинка особо не поменялась. Все блестит. Все замечательно. Так что, переходим к следующей игре. И это у нас Hogwarts Legacy. Картинка выдает сумасшедшие кадры. Но не забываем, что включена вся ерунда для этого в настройках. Так, вот сейчас проверим, что там у нас стоит. Так, Full HD, видите, здесь как бы... Разрешение снижено. Ну, и всякое такое. Сейчас тут по ультрам все. Отражения, трассировочки включены. Короче, вот такая ерунда. Давайте сейчас попробуем отключить вот эту всю лабуду. Чтобы было полное разрешение. Так, сглаживание ТАА. Ну, и, короче, сейчас заценим, сколько капнуло FPS нам. И, как мы видим, ну, стабильное 60 кадров на Full HD получаем. За 2К вряд ли тут будет 60 FPS. Только надо будет отключать RTX. Эти трассировки лучей и всякую ерунду. Так что, в принципе, играбельно. Да, видите, за дверь вышел 60 FPS. Внутри 80. Чудеса по-гарри-поттеровски. Так, ну что ж, поехали дальше. Следующая игра. Horizon Farbidden West. Так, ну и что мы тут видим? Видим, видим мы 60 кадров, короче говоря. Так, это я, наверное, в настройках их залочил. Я что-то не помню. Сейчас надо проглядеть, где там настроечки мои. Так, так, так. Не туда, а вот сюда. Так, да. Вертикальная синхронизация включена. Ну-ка, надо отключить ее, наверное. Технологии Nvidia. Так, так, так. Тут. Генерация кадров отключена. DLSS включена, да? Так, что-то там. Угу. По максималочкам выставим. Макс, макс, макс. Так, все по максималкам вроде бы. Ну и теперь возвращаемся в игру. Так, 98, 100, 90. Короче, 90 FPS есть у нас. Так, а если еще сейчас включить генерацию кадров, то результат будет немножечко получше. Давайте-ка проверим. Так, что у нас тут? Ага, вот генерация кадров. Тут АТАМД почему-то. И мы видим 140 кадров. 135, 140. Ну, видите, в принципе, работает. Картина неплохая. Играть можно. Так что, поехали на следующую игру. А следующая игра это у нас Spider-Man Miles Morales. Нормалек, ого. А что это у нас? 250 FPS аж показывает. Опять какая-то лажа в настройках у меня выставлена. Потому что у меня там паук. Кстати, температура жрал он там сильно. До сотни доходила была. А сейчас, в принципе, температура держится до 80 градусов. Ну, это я ж не играю просто тестю. Я думаю, если на часа 2-3 залипну плюс стримчик, то температура повысится, наверное, до 90 градусов на этом охладе. Ну, а там будет видно. Сейчас я уже долечу до тестового здания нашего. Здесь вот я обычно люблю проверять всякую отражению, фигню, блин. Так что смотрим. Но FPS, видите, держится 240. Что-то я сомневаюсь в правильных показателях. Как-то оно что-то меня уж удивляет. Ну, видите, это отражение включено. Потому что он четко передает отражение следующего здания за нами, за спиной. Вон оно. Это как-то, ну, давайте в настройки хоть залезем, посмотрим, что там выставлено. Так, 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 так. Короче, непонятно ни черта. А, ну, генерация кадров включена. Вот это самое интересное. И масштабирование включено, да? Трассировка включена. Все на высоких. Так, в принципе, очень интересно. Просто я когда тестировал его на обычной десятке, августовской, я ставил. То кадров намного меньше было. Это RevyOS, вроде так называется. Тут как-то игры идут поплавнее чуть-чуть. Видите, все как бы держится. Что за дела? А ну-ка, сейчас еще проверим одну настроечку. Так, настроечки. А ну-ка, ну-ка, сюда заходим. Экран. Так, экран вот, вот здесь. Вот генерацию кадров отключаем. DLSS. Отключаем и смотрим. О, смотрите, кадры упали. Просела игра немножко. Но все равно 100 FPS это очень даже неплохо. Так, а ну может еще что-то я упустил. Сейчас посмотрим. Так. Так. А вот. Я, сорян, не отключил был масштабирование. Так. Нет, ну в принципе все осталось на том же уровне. Я вообще не знаю, или настройки не работают. Короче, в принципе результатом удовлетворен. Поехали дальше. А дальше это Ведьмачок 3. Супер-мега классная игра. Моя любимая. Казалось, что чародейка опережает Ведьмака лишь на шаг. Так, загрузочки. Ох уж эти загрузочки. Ну вот, почти загрузились. И что у нас? 60 FPS. Какие ж тут настройки у меня были. Я что-то подзабыл. Сейчас на улицу выйдем. Проветрим. Ведьмака нашего. Ну 60 стабильные есть у нас как бы. В принципе и проц даже особо не греется. Вот это я удивлен. Нормально. Так, 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 так. Ну что ж, пора зайти в настройки. Да. Давайте зайдем. Настройки. Так, где здесь видео? Так, что у нас стоит? Трассировка включена. Сглаживание включено. Короче, тут все почти по максимуму у нас стоит. Запредельная плюс. Тарам-парам. Пам-пам-пам-пам. Так, ну, в принципе, очень интересно даже. Все плавненько, хорошо идет. Притом, что еще программа записи работает. Так, а ну-ка. Сейчас зайдем. Посмотрим. Так, сюда. Так, так, так. Без ограничений. Создание кадров давайте включим. Вот. Сейчас посмотрим, что нам выдаст. О, ну нормально уже, смотрите. 147 фпс. Ха. Четко. Создание кадров работает. Вроде картинка не сильно ухудшается. Задний план там не сильно мылится. Так что играбельно, друзья. Так, так, так. А ну-ка, напоследок сейчас надо проверить, отключить РТХ. Чего оно нам без него выдаст. Так, где это? Угу. Так, трассировочка лучей. Давайте вырубим. И посмотрим. Ох, ёшкин ты кот. Тоже доволен результатом. И плавненько будем переходить к следующей игре. Следующая игра это Готэм Кнайтс. Так что поехали, друзья. Ну, эта игруха, по-моему, и так оптимизирована. Здесь проблем, я уверен, вообще не будет. На старом железе, конечно, она тянула вообще слабовато. На i7. 47-70. Ну, вот тут. Так. Что это 60 кадров? Я не понял. Где мои настройки? Так, так, так. Тут всё на инглише. Угу. Высинк отключен. Так, а где же этот? Лимит кадров. А, вот, лимит максимальный. Во. Сейчас. Так, не 30 не надо. Вот так вот врубим. Упскейл. Выключен. Всё это выключено. Рейтрейсинг. Во. Включить надо RTX нам. Я думаю, что нам не хватает? Так, что тут? На полную стоит. Какой-то ТА Ген 5. В принципе, я... Так, так. СТП. Наивысшее. И... Тут всё тоже по максимуму. Сейчас посмотрим. Как оно будет выглядеть. Ну, в принципе, 120 кадров у нас есть чистыми. Ну, красивая картинка. Я ничего не скажу. Очень-очень-очень красиво. Яркое. Блики вот эти. Нормально. Так, а ну-ка. Надо зайти кое-что. Ещё раз посмотреть. Что оно чисто даёт? Интересно. Так, так, так. Так, графика. Так, не то, не то. Ага, вот оно. Ген 5. FXAA. Не, не годится. Давайте. Ген 5. Короче, я не знаю. Я особой разницы не заметил. Но играть можно. 120 FPS. Так что, когда-нибудь и до неё доберусь поиграть. В принципе, вот так вот. Ну что ж. Пора переходить к следующей и последней игре. Это будет Вуконг. Обезьяна. С ней, как бы, немножко посложнее, вроде бы, у меня было. Вот видите, все 70 кадров выдаёт динамичные тени. Здесь, кстати, когда на ультрах ставишь, тени начинают двигаться вот так вот, как сейчас, красиво всё. Если на высоких, то тени статичные, они двигаются. И выглядят как-то не особо так. Что у нас тут в настроечках? Видите, всё по ультрам. Генерация кадров выключена. Ну, сейчас на реалистичные попробуем. Давайте. Так. Ну, видите, просело до 60 FPS. И начали разрывы кадров у меня появляться. В принципе, 4070 супер не вытягивает на реалистичные. Но ещё можно поизвращаться. Где здесь? Полная трассировка лучей включена. Давайте, всё на ультрах. Генерация кадров ещё выключена. Так что, посмотрим. Ну, в меню 160 FPS. Вообще круто. Так. Ну, особо игра не просела. Я думал, до 30-очки упадёт. Ну, в принципе, 50 есть. Так, что я хотел. Так. Ладно. Давайте сейчас пробежим, посмотрим, как оно будет себя вести. Может быть, при драке и до 30-очки упадёт. Ну, пока мы 60 кадров у нас есть. Так. Опа. Заморозили это чучело. Так. Да, ого. Силён гад. Ну, не смотрите. Я не умею играть в такие игры особо. Хе-хе. Ну, потестить надо. так завалили эту скотину в принципе ниже 50 что-то не упала вроде бы а ну-ка настроечки на графика смотрим генерация кадров давайте включим так все на ультрах там реалистично стоит так это прикол какой-то или нет 100 кадров полностью реалистично с rtx am да очень интересно но все равно картинка как-то тут рывками идет но если посмотреть на показатели то видяшка загружена на сто процентов проц на 21 температура проц а меня удовлетворяет в принципе и видяха не особо напивается так что на этом тесты закончились спасибо всем за внимание если вам понравилось ставьте лайкосик подписывайтесь на канал вместе веселее всем отличного настроения так что друзья всем покедушки пока